Сегодня у нас 28 августа 2017 года, тащим телегу на первом мостике Жерди, чтобы там перила сделать, чтобы можно было весной, когда там вода разольется, а не перейдешь на другой берег, нужно было перейти, держать за перила. Комментировать, какой день, почему мы решили вот такую работу, почему на технике решили, что мы прибавляем. Я выбираю, я выбираю. Я бы сказал, что при условии, что еще не умею сделать, что ветра не дает, то есть, что не стоит. Я работаю на охоте, что начинаю, можно на инженции, люди стирают, поездят. Влево куда? Так, влево дальше пойдет. Так, в горах делается сюда. Давай я погублю на собой. А можно протащить, Игнать Иванович? Игнать Иванович, можно пронести здесь. Сумеем? Да. Она утонет. Подожди там. А что она утонет? Вот там только вот здесь вода и все. А с расходу, с заходу вернее. Так, пока становись туда крепче. Все, давай, заглуши. Идем на первый мостик сделать ограждение. Тяжело по кочкам. Мотало-мотало, кое-как вылезли из луга. Страшно смотреть было. Машины нет. Маленько смотрите, чтобы не опрокинулось. Солончак, видите. Тут ничего не растет. Отдельные травинки только. Как проклятие людям, это солончаки. Делает землю солончатной. Это вот первый мостик. Мы к нему подходим. Даже не думал, что прорвемся. Здорово. Так интересно. Делает землю солончатной. Делает землю солончатной. Делает землю солончатной. Лох с водой тут немножко. Только правее возьмите, чтобы если машина поедет, нас она не тронула. Колесо прямо поставьте на бугор. Заехать вот за эту глину. Вот туда вот. Колесо, чтобы стало с той стороны. Смотри, дальше не надо. Поворачивай сразу. Все, вдоль этой. Так, ну и хорошо. Ладно, развязывайте. Раз уже нет. Снимай, Никита, все. Ставь. Связали, чтобы они не упали. Ну и дошла. Клади там около, вплотную, с этой стороны, к сваям. Тащи туда, где надпись. Инструмент около надписи положите. Поближе кладите, с этой стороны, вот сюда, вот с этой. Пада вот сюда, вот рядом. Это к тому, чтобы машина поедет, какая нас не тронула. Все. Жерзи сюда тащите сейчас. Давай. Все, да? Все. Все. Все жерзи сюда тащи. Вот сюда, рядышком. Клади их поближе. К пиле. Мы сейчас начнем мерить и сразу распиливать. Клади. Все. Так. Тут дело такое. Тут у нас даже внизу еще не прибито. Так что ничего не сделаешь. Так. Клади. Ну все, сейчас распиливать будем. Вот запись. Вот здесь было дно каменистое. Вот это вот. Теперь пробили по низу, чтобы весной, когда паводок пойдет, можно было идти, а вверху жерзи за нее держать. Смотрите, переход. Вот уже пробили. Это первый мостик. Клади кирпичи. Вот все, машины идут. И тут течет рычеек. Это все время течет вода. Ну смотри, я попробую. Все. Все надо смотреть. Вот тут у нас сочится как попало. А ты просверлил? Нет? Нет. Пройдет там где-то. Течет. Ты дави ее. Он не давит ее. Все. Володя, приготовься проволокой вязать. Теперь эту прибей, вот эту внизу. 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 Володя, вот эту внизу прибей, которая к ней-то. Вот эту? Да, к этой. Прибей к этой. К столбушку, да. Я прибил. Прибил. А тот столбушок под ногой, который нельзя подтянуть. Вот этот? Да нет. Вот этот. Горизонтальный, горизонтальному. Под ногу. Володя. Здесь он? Да. Ты проволокой завяжи тогда, ладно? Ладно. Так. Теперь эту начинайте прибивать. Прибивать и скорее привязывать. Его представительство не может держать его. Ну да, я представительство своей станет не могу. Со своей. Со своей. Ну, только долго так. Я подхожу. Ну, держи маленько. Пока ты. Держитесь. Это все привезли на тачке. По кочкам. Это маленький. Ну ладно, лишь бы засыпиться. Дальше привяжешь крепко. Нажимай. Ему ножовку дай, чтобы отпилил. Как у той торчит, так и эту. Ну это нормально. Сделай. Она, в принципе, не мешает. А может у нас пусть будет для рук-то переходить. Рукой. Да нет. Я думаю, одинаково сделать. Она будет красивее выглядеть. И так можно держать все. И так можно держать все. Ладно. Отдай ему. Так. Повыше. 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 Вот так вот. Держись, не упади. Ты за нее держишься самую. Отпилишь его и летишь. Повыше. 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 Не надо. Повыше. Начнем дальше промежуточные столбушки. Все, Никита. Слазь. С 8 августа 2017 года продолжаем работу на первом мостике. Да. Тихоныч. Вы таким здесь под свет российского флага покрасите. Это осина. Очень интересно. Интересное дерево такое. Если оно на сухом месте, оно больше 100 лет стоит. Как хвост делается. И вот это я маленечко уберу, чтобы эта сторона была. Краску достанем. Красное, синее, белое. Красное, синее, белое. Три раза повторить. Замерить, чтобы равно было. Нас никто за это не заругает. Почему? Потому что мы, граждане Российской Федерации, христиане, и мы ценим наш флаг, равных которому нет в мире за всю мировую историю. Нижний говорит, что все рождаются в крови. Будь то мусульмане, буддисты, немцы, коммунисты, кто угодно. Второе. Все должны думать о небе. Синее. И третье. Всем должно пристать на суд перед Белым Престолом. И при том они в таком порядке стоят, снизу вверх. Как Митчевич поэт говорил, что земля пропитана от коры до центра кровью и слезами. Вот это красная полоса. А не то, что там какая-то... Ну да, и революция, конечно. Вот, видишь, я сейчас это убираю. Оставьте подкорный такой шелухи. Чтобы крепче краска держалась. Вот сделали, когда весной вода пойдет, а на ту сторону переходить на второй мостик. А как перейдешь-то? Володя делал тогда это. А нынче не надо. Вот мы сделали официально. Все. Кребиться, держаться. Прыгать можно. Вот сейчас. Вот сегодня все сделано. Я считаю, это работа как МЧС. Потому что здесь люди будут ходить. Как нынче волна подхватила и понесла одного нашего члена брата. Чуть не унесла. А так такой у нас на путь воды будет. А Володя сейчас все привязывает. Ишь, крест-накрест. Мы успели это сделать. Внизу красить не будем, потому что это под ногами оказывается. А здесь руками. И резко в глаза бросается. И мы написали. Потом на той стороне, он может даже показать. Вот так. Знаете, как Володя делал? Тут мы все прибили. Все замонтировали. Сейчас машины идут. Немножко подпортило камаз груженый. И там у нас кирпича не хватило. И он сразу продавил там. А здесь нет. Посредине все так и осталось. Теперь, если весной это пройдет нормально, значит речь идет не об одном годе. Будет стоять так. Машина идет, вода все время идет. А воду не задержать, она прибывает. Мост сделать не можем. Здесь вниз ушло около 7, наверное, 5-7 машин кирпича. А потом сверху бутовый камень. Ну, сейчас где провалится, кирпич подкидывает. Все, сейчас быстро мы уходим домой. У нас занятие сегодня сейчас. Сейчас сколько время-то? Где-то без 10-12. Ух! То есть мы успели все успели сделать. Вот, смотри. Вот я даже больше хочу вытесать. Вот она. Чтобы краска была здесь. Россия – это богоизбранная страна. Никому столько богатства не было. И никто так дурно не обходился со своим населением, как не было сбережения народа, как Солженицын говорит. В Комсомольской правде на развороте огромная статья была. Если бы большевики не победили в 17-м году, у нас бы было 650 миллионов. Полмиллиарда сатана сглотнул. Пошли за кем? За выскочкой, который полтора дня адвокатом работал только. И он ничего не мог дать. Ни одного обещания. 90% отхода, а 10% от страха, потерявшими рассудок, в коммунизм доведем. То есть к сатане впасть. Вот горюют что-то. Пала империя лжи. Не надо винить ни Горбачева, ни Ельцина. Вот видишь, вот кора, нашел я ее где. Виноваты мы, не удержались. Это богатство будет отдан на другим, но ненадолго. Так предсказывает святыня. Вот так. Вот видишь, я нашел отсюда как-то легче видать. Вот эта кора, она отскочила бы. А думали бы, что краска плохая. А на самом деле не краска плохая. Вот видишь она. Это настоящая кора. Осина. Она лишь бы ее... Лишь бы ее и замолчала. А что замолчала-то? Лишь бы ее не красили. Но тогда мы красим-то с одной стороны будем. Вот так, чтобы видно было-то. Чтобы она могла потеть. Полы из нее бархатные. Ну, маленькая не такая осина. Какой-то сорт еще есть. Колодцы. Сруб всегда из нее делали. И вот сейчас бывает найдешь где-то, все, в труху превратилось. А она под землей со всеми вместе была. И невозможно разрубить. Ну, вот здесь мы покрасим сколько-то. Вот эту сторону. Сверху незачем. А вот этот край. Из чуть-чуть, да до половины. Так что это не повредит, думаю. Ну-у-у. Вот не думал я, что здесь только коры около сучков застряло. Вот никто не знает, как это все делаем. А мне это очень дорого. Люди стали проезжать. Здесь 10 километров вчера. А в обход больше 20. Ну и разница есть. А еще, когда человек торопится, ему в другую сторону ехать. О, она как, смотри, сделана какая. Как пружина, и нужды никакой нет. Мертва. Ну все, ребята, собирайте гайки. Сейчас помолимся, поблагодарим Господа Бога, что у нас так все получилось. Ладно, да, хорошо. Там вот везде надпись вот с той стороны. Посмотри, объясни, что это означает. Вот надпись написано. Дно каменистое. Означает, что... Чтобы люди не тревожились по поводу того, что если сюда въедут, то куда-то провалятся. Означает, что дно каменистое. Можно рискнуть проехать. Кто-то впервые поедет. Тут везде камни. Где-то глины сверху, а так камни под глиной находятся. Теперь с этой стороны. У нас тут в Алтайском крае, это большинство рулита находится. С правой стороны. Поэтому и с правой стороны установлено. Мы заканчиваем уже. Приезжаем. Сына Тихонович, я заканчиваю. Да. Аминь. Нам совершите этот труд. Сохрани его для пользы людей, для славы Твоего Святого имени. Да будет благословена и целительна вода сия. Для всех приходящих сюда злым людям запрети творить пакости. Обрати их на путь покаяния, чтобы они уверовали, что Ты из-за них умер и ждешь их. Слава Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Ну все, догоняй нас. Сейчас. Потому что нам по логу идти сейчас трудно еще тянуть будет. Давай, бери пока тележку. Володя, тут остается вязать. Но не опоздай. Там у нас кирпич наваленный, запасной. И камень. Так, все мы взяли, Никита. Все взяли, не забыли ничего? Давай этой же самой дорогой, которой шли. Теперь легче. 28 августа, продолжение. Уже идем с первого мостика. Там все сделали. Перила, чтобы проходить можно было через промыш весною. Вот мои братья идут. Иначе ночью Никита. Колесников. Тачку уже тащат пустую. Уже почти пустую. Вот. Кочки кругом. Ну вот здесь можно было попробовать. Понялась, не надо. Не надо? Не надо, мы вот туда пойдем. Дальше камышам, и там попрыгать. Вот здесь, вот здесь. Давай. Ну вот, слава богу, вытянули. С божью помощь. Давай на откуда не идешь. Едем с дубра. Осень, дом не законченный. Дальше тех видно. Он стоит отдельно как бы. Вон у него крыша оцинкованная. Ровно сил. За дамбой, за кустами. Дальше. Не надо. Не надо так укрыть прямо. Потом пожарнуть. Вот это меньше. Как будто тут поменьше. А маленький последний летает. Я очень рад. Дело встыкнули. Дело интересное. Так и будем называть. Дело МЧС. Чтобы весной никто не утонул. У меня замысля это было. Фух. Надо я маленько потише. У меня ноги заплетаются. Ребята привыкли со мной работать. Они берегут меня. А я же стараюсь тоже уровень попасть. Ну вот теперь только вспоминать, Никита, будем. Что мы тут были. Все. Никола уже не надо выгадывать ни утрами, ни вечерами. Вот тут мы ходили купаться на второй мостик в первые годы. Тут куда-то не было совсем. Это первый раз мы его запрудили. То есть он давнейший, прорванный был. Крещение на танк идет. Фильм, который он, как так, за то, что потеряет и предчувствует. Это все там. Вот. И Малашинский фильм. Второе крещение или «Глаз у пивищего». Тут мы были для того крещения тогда. А тогда отец Михаил Курочкин, отец Наум Борщуков. Его благостовел Патриарх Илья Второй приехать. И все это у нас фотография там в коридоре на Ползунова, Барнауле, висит. И режиссеры. А снимали-то не на видео. А такими бобинами. Он стоит, у него катушки перед ним крутятся. И они в воде стоят. В воде одевшие. А там люди разные приходили. Знают, что мы купаемся, лагер. Они в бутылки били и бросали. Я тогда поношил тапочки такие всем. Ну, в трамвайном депо там сиденье меняют. Хулиган сидит и режет. Вот. Я получал сиденье и нашил. А тут я, кажется, без них пошел. И у меня как воткнулось. Стекло битое. Крещение в крови так и назвали. Людей много было. 26 человек сразу крестилось. В то время я вел занятия в разных университетах, техниках, школах, радио. Приток-то был оттуда. А сейчас людей-то не меньше приходят. Но они по интернету ехать далеко на крещение. И мы их отправляем искать там, где живут. Или на фон. Или к отцу Кириллу Сахару на Берстеневке. Это там метров 250 от храма Христа Спаситель на другом конце канала. Но на другой стороне. Не в конце. Он крестит в полное погружение. У него все идет по-старому. Служба, все. Ух, естественно, не всем это нравится. Служба 5 часов. Мне одна сейчас написала, я там пробыла. Говорит, 5 часов у него. Служба шла. Кажется, голубя Екатерина. Очень ревностная такая женщина. Стихи и пишет. Эти люди, которые приходят. Мы вас считаем, вы наш духовный отец. Но их-то нету. Кабы это было рядом. Эти люди готовы поселиться. Иногда муж желает, жена не желает. А бывает наоборот. Жена всей душой. Муж против. Что сказать. Это жизнь. Поэтому, что сказать. Так, как мы тут вот пройдем? Маленько вон туда подвернем. Мы прошли почти без скотчек. И вот здесь ходили мы всегда туда купаться. В день несколько раз на второй мостик. Там на половинку, где нынче мы купались. Вот в этом месте крещение было. Это места все освещенные. У нас, Володя, там это... Не потерялось ничего? Да вроде нет. Все на месте. Не потерялось, да? Нет? Распрекся конь. Лещеному коню, говорит, зубы не смотрят. На лещеном коне далеко не уедешь. Вот как правильно. Все. Резиновые сапоги, ноги прямо сгорают. А это старые были. Сейчас молодежь ходит вот там. Тут гол, 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 грязь. Чуть-чуть усохнуло. Я на колючку наступил. А это наш лагерь. Вполне можно сказать, знаменитый лагерь. 45 лет просуществовал. Ну, не в одном месте он был. Вот Стан называется. Мы с места на место переходили. А чтобы лагерь где-то организовать, нужно было, чтобы он был на возвышении. Чтобы комаров было меньше, как можно. Чтобы недалеко были дрова. И доставать воду можем было. И в то же время ближе к пастухам. Потому что нам иногда лошадь нужно было, что-то отвезти. Ну и власти приезжают, мы на виду были. И вот это место, костер где сделать, баню скрыть. У нас баня тут была, на берегу. И вот это место мы выбрали. Ну и, Господь помиловал, это место просто действительно освещенное было. Вот это что, футбольное поле, да? Ну да. А вон волейбольное. Видишь-ка. Все оставили здесь. Шесть туалетов. Вот это вот, кажется, 75 метров. Бум! А это башня называется. Вот. А там смотровая. Вот мы это. Посмотрим. 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 Вот так. А это у нас костер. Вот нашли эту яму, где костер, чтобы ничего не загорелось, и было удобно, и было скучно. Тут четыре яруса сделали. Назвали это подиум. Вот это у нас такой, как греческий, астром или как его назвать. Амфитеатр. Да. Амфитеатр. Колизей. А? Колизей. Ну, колизей, что-то такое у нас было, похоже, как у Греции было. Подиум. Да. И вот здесь собирались. Столбы большие были. Мы думали, разведем рыбу большую. И эта рыба на проволоке будет в печь. Видишь, какие замыслы грандиозные были. Ну, пока это еще не сбылось. Только начало. Потому что это очень дорого. Вот здесь вот место для костра. Я уже больше 200 тысяч потратил. Крепилки 6 тысяч 523 рубля. Кажется, 23 копейки. Видишь, как. Народ разный. Даже здесь вот на 30 человек, и то разномыслия такие, что некоторые и в храм не ходят. Ну, это один-два человека. А вот этот вот как попал в наш это... Щебенка наша, как попало тут. Это что-то непонятное. Как будто кто-то туда тащил. Поддел, наверное, кто-то тут что-то силы. Попутно. Вот приезжаешь, не больше пяти километров. Тут был один Миша, Никитин. Я говорю, ты сделай это. Вот он сделал и не повесил. Пришел спешит. На территории деревни куриц запрещается. Как-то охурили, пока не было. 26 лет. Ну, еще неудачная, что-то гречка. Видишь, вот это гречка, это нормально. А вот у меня и много старлыка этого. Краснокоренки. Лебеда встречается. Вот тут уже ничего не сделаешь. Ну, все, Володя, ты, может, тоже сапоги снимешь? Не-а. Нет? Не-а. Слава Христу.